Долина, в которой раскинулся город Мехико, прекрасное место для магических подвигов, один из которых ты собираешься совершить, посмеивался он. Искусство сновидения Карлос Кастанеды. После Национального музея антропологии города Мехико мы отправились в самый центр города, в парк Аламеда, чтобы посетить все те места, которые описаны в романах Карлоса Кастанеды и которые связаны с этим городом, Карлосом и Доном Хуаном. К местам Мехико, описанным в романах Карлоса Кастанеды, относятся первое место бывшего отеля Дель Прада, где останавливался Дон Хуан, цитата об отеле Дель Прадо. На следующий день после его просьбы я поехал с ним на своей машине в Мехико-сити. Мы прибыли туда после полудня и направились прямо в гостиницу Дель Прада в районе Пасио Аламеду. Он обычно останавливался здесь всякий раз, когда бывал в Мехико. Искусство сновидения Карлоса Кастанеды. Видите, где уже есть несколько мест Дона Хуана, связанные с местами Дона Хуана, Беспублика Кастанеды. Если вы вернитесь обратно, то увидите, справа такая надпись, написано Хилтон. На этом месте в 70-80-е годы стоял отель, который назывался Дель Прадо. И в этом отеле всегда останавливался Дон Хуан. Когда он приезжал, он по каким-то причинам останавливался именно в этом отеле постоянно. Но почему этого отеля сейчас нет? Дело в том, что в Мексике было очень серьезное, крупное, наверное, самое крупное, самое разрушительное землетрясение в 80-е годы прошлого века, когда этот отель сложился гармошкой. Он полностью разрушил. Границы города, то есть оно прямо не здесь произошло, но близко. И поэтому огромное количество зданий именно в этой исторической зоне, они сложились гармошки. Этот отель полностью разрушился. Этого отеля больше нет. И на этом месте стоит отель Хилтон. Но вот здесь останавливался всегда Дон Хуан. Точно такая? Второе место бывшего отеля Рейджис, где любила останавливаться Кэрл Тикс. Цитата об отеле Рейджис. Устроив Кэрл гостиницу, мы втроем блуждали по центральной части города, заглядывая в букинистические магазины. Мы легко поужинали в санборновском ресторане в доме под черепицей. Около 10 вечера мы вернулись в гостиницу Рейджис. Мы направились прямо к лифту. Мой страх обострил мою способность воспринимать детали интерьера. Здание гостиницы было старым и внушительным. Мебель в холле очевидно была новой лет сто назад. И все же вокруг нас везде было что-то напоминающее о бывшей помпезности, которая определенно была привлекательной. Теперь я без труда понимал, почему Кэрл так любила эту гостиницу. Искусство сновидения Карлос Кастанеда. Такая же участь постигла второй отель. Это отель Рейджис, в котором оставивался Кэрл Тикс. Они почему-то оставались в разных местах. Но отель Рейджис располагался вот тут вот, буквально вот, куда я указываю. Был отель, он тоже разрушился. Именно от этого же землетрясения, и его больше нет. Но рядом с ним, буквально рядом с соединением зданий, сейчас находится музей Деда Рибера. Это музей одной картины. Если когда-либо у вас будет время посетить Мехико, посетите его, потому что это очень странный музей, но очень крутой, на мой взгляд. Вы приходите, и там два этажа. На первом этаже находится огромная, огромная, буквально, муралис во всю стену, которая называется что-то типа сон, типа сновидения в парке Аламеда. И на нем изображены персонажи, которые имеют отношение к истории Мексики, начиная с времен Конкисты. Там огромное количество фигур, наверное, не знаю, 150-100 с лишним. Там же изображена Фридо Калла, там же изображен сам Дего Ривера, там изображена Катрина. Это то, что изображает в виде скелета, и то, что манифестируется во времена Дней Мертвых. Но, по сути, это изображение супруги правителями района стран Катрина, которые называют Мексики, это его супруга. И вот на первом этаже, товарищ Сустон, у стену огромная песка. И там хорошо, что вы можете найти такие, как бы, комментарии, вы можете почитать, а кто этот персонаж, а какой он имеет отношение к истории Мексики, что он сделал, почему. Очень разные. Вот. И на втором они уже какие-то современные выставки там устраивают. Но, по идее, это музей одной картинки. Он находится здесь. Парк Аламеда. Место частых прогулок Дона Хуана и Карлса Кастанеды, где находится скамейка Дона Хуана. Одна из цитатов парка Аламеда и скамейки Дона Хуана. Дон Хуан, должно быть, заметил мою нервозность и предложил, чтобы мы прошли по парку Аламеда, более спокойному месту в нескольких кварталах отсюда. В этом парке было поменьше людей, и мы без труда нашли пустую скамейку. Мы сели. Моя нервозность уступила место чувству неловкости. Я не смел посмотреть на Дона Хуана, потому что он не знает, где его найдет его смерть. Взгляни на того человека, что лежит на траве. Как ты думаешь, что с ним неладно? Он или пьян, или болен, сказал я. Он умирает, сказал Дон Хуан с абсолютной уверенностью. Когда мы сели здесь, я уловил отблеск его смерти, когда она окружила вокруг него. Вот почему я верил тебе не вставать. Дождь или солнце, но ты не должен вставать с этой скамейки, пока все не кончится. Это тот знак, которого мы ожидали. Сейчас конец дня. Как раз сейчас солнце почти садится. Это твой час силы. Взгляни. Вид этого человека только для нас. Вид человека, лежащего на траве, был для меня очень беспокоящим. Он был сухой телом, темной кожей, еще молодой. Его черные волосы были короткие и вились. Рубашка его была расстегнута и грудь не покрыта. Он носил оранжевую кофту с дырами на локтях и какие-то старые избитые серые босоножки. Он был напряжен. Я не мог сказать, дышит он или нет. Я раздумывал над тем, умирает он или не умирает, как сказал Дон Хуан. Сказки о силе. Карлос Кастанеда. Соответственно, сейчас мы заходим в парк Каламеда, в котором очень любили прохаживаться Дон Хуан и Карлос. Это место, куда приезжала состоявшаяся Багема. Это дороговатый район. То есть такие артисты, как уровни Эдит и Аф, когда они приезжали сюда и давали концерты, они останавливались в отелях рядом с одним сквером. Раньше здесь был просто лес. И сейчас небольшой по размеру парк. Поэтому мы сделаем так. Мы сейчас дойдем. Здесь фонтан Гермеса. Четвертое. Церковь, рядом с которой Дон Хуан и Карлос Кастанеда встретили девушку с хорошим тоналем. Пол разрушается. Да. То есть с какой-то точки видно, что там уже... Вот справа видно, да? Там прямо деревья растут из стены. А она в общем наклонена. Наклонена, да. Поэтому, вы видите, обнесли забором ее таким зеленым. Чтобы люди не подходили, потому что иначе могут кирпичи на голову упасть. Она в полуразрушенном таком состоянии уже. Ее, видимо, будут реставрировать, восстанавливать постепенно. Вот. Пятое. Здание Касса Виалини, откуда Карлос Кастанеда в считанные мгновения переместился на базар Лагунилья. Цитата о здании Авиакасс и базаре Лагунилья. Толчок был такой сильный, что когда я ворвался в комнату, в глазах у меня потемнело и слюна брызнула изо рта. Я едва не потерял равновесие и с огромным трудом удержался на ногах, несколько раз скрутонувшись вокруг своей оси. Цена была неясной, видимо, из-за скорости моего движения. Я смутно различил толпу посетителей, занимающихся своими делами, и почувствовал сильное раздражение в уверенности, что все смотрят, как я тут кручусь по комнате. Мысль о том, что я выгляжу дураком, была очень неприятной. Ряд опасений промелькнуло у меня в голове. Я боялся упасть лицом вниз или налететь на одного из посетителей, может быть, на пожилую даму, которая покалечится при столкновении. Или того хуже, стеклянная дверь на другой стороне будет закрыта, и я разобью себе голову. В умутненном сознании я достиг двери, ведущей на пассе дала реформа. Она была открыта, и я вылетел из нее. Все произошло настолько быстро, что направленность моих мыслей не успела измениться, и я продолжал думать о своем приятеле и о Доне Хуане. Открывая глаз, я автоматически повернул направо и пошел по бульвару к центру города в уверенности, что Дон Хуан вот-вот присоединится ко мне, и что мой друг остался на соседней улице. Открыв глаза, я в ошеломлении не сразу соорозил, что же произошло. Я был не на пассе дала реформа, как думал, а на базаре лагунилья в полутора милях отказ. Не веря своим глазам, я ошарашиво смотрел по сторонам. Прилавки нумизматов были в полутора метрах от меня. С огромными усилиями взял себя в руки. Сказки о силе Карлос Кастанеда. Налево. Ну, вообще атмосферное место, конечно. Награды? Да. Монета награды будет больше дальше. Я бы думал, как бы фотографировать процесс. Может, мушкат уже вырезать можно из фотокадров видео. Видеоряда. То есть до монет мы пока не дошли, правильно я понимаю? Но близко. Ага. Ну, она атмосферная. Вот там, конечно, было атмосферное в нескольких местах. Прям еще будет, да? Еще будет хорошо, да? Уже хорошо. Еще скоро будет. Еще хорошо. Вот машинка, видите? Уже будет такая атмосфера, но он не покажет. Верю тебе. Ну, слушай, я сразу могу сказать. Мне это, знаешь, это прямо по интересам. О, какая прелесть. Прямо. Это еще один размер, там еще более живой карет �ちょっと пара. Они дип ACE с нее до 100 Это более широкий край. Ну, они расс Emir в что будили. Ты их прочитал на 1525. В albums самого большого пара. Что такое occupปус $0.1955? Cinco centavos, pero es mexicanos trescientos pasados, cincocientos. Trescientos. Tres. Шестое, центральная площадь города, центральный кафедральный собор и Темпло-майор. Цитата о Темпло-майор и главном кафедральном соборе города. Я пришел к Зоколо и заметил, что кафедральный собор Мехико, казалось, более обетшал за последнее время с тех пор, как я его видел. Я несколько углубился в огромные холлы. Циничная мысль мелькнула у меня в голове. Сказки о силе. Карлос Кастанеда. Это такой европейского типа ландшафтный план, но это скульптура европейская именно. Вот здесь изображен Гермес, Нартули, Психопон. Он единственный в бреческой металлогии, к кому спускаться в Нижний мир и с Нижнего мира возвращаться. А, да? Да. И именно его посылали боги, когда нужно было договориться с Аидом, либо у них не были какие-то просьбы к Персифоне. Потому что кроме Гермеса, если вы знаете, исторически в мир мертвых, в греческой металлогии спускался Орфей один раз, чтобы свою возлюбленную вернуть в мир живых. Ему такая возможность давалась, но он ее упустил, потому что было условие со стороны Персифона, что он не должен оборачиваться. И он и вернулся на выходе, и она осталась. И Деметра со своей дочерью, когда ее украл Гадес, спускалась тоже, чтобы убедить ее, что она должна вернуться. Потому что она без нее жить не может, и поэтому все увядает, гибнет. Упадки находятся в выпадке. Деметра спускалась один раз, Орфей один раз. Еще может быть кто-то один раз, но много раз спускался Гермес. То есть Гермес может спуститься в мир мертвых и потом вернуться. Поэтому те, кто занимаются психологией, Маргарита, они прямо вот проводники Гермеса. Потому что они работают в том числе с какими-то травмами, которые имеют корни из мира мертвых, из прошлых жизней. Гермес здесь особый проводник. Психологи работают на все с Гермесом. Седьмое. Ресторан Токуба. Цитата о ресторане Токуба. Поскольку у нас еще была уйма времени, мы отправились пообедать в знаменитый ресторан Токуба, в центре деловой части города. Этот ресторан славился тем, что там можно было заказать самое изысканное блюдо. Дон Хуал не был голоден. Он взял себе только две небольшие порции сладкого тамали. Это толченая кукуруза с мясом и красным перцем. Мексиканское блюдо. В то время, как я, устроил себе пышное пиршество. Он посмеялся надо мной и молча выражал сочувствие по поводу моего здорового аппетита. Искусство сновидения. Карлос Кастанеда. 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 Они нас будут бояться скоро. Sorrento. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стоим, возможно, один из них встанет, уйдет, вы можете на этой скамейке посидеть, состепенно, вот, да, ну, возможно, на расстоянии, там, пару метров здесь. Ола, queremos засвитать в этой стадии, я буду гонять. А я поставлю аудиозапись из книги Армандо Торрес, где он дает текст. А, Сара за, 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 за сними, азмишин. Ага. Так, сейчас. Да, на футболе, да. Некоторое время спустя, когда мы шли через портал Амиды, почти подойдя к дворцу и спустят, он сделал мне знак, чтобы мы сели на чудесным образом свободную деревянную скамью в стороне площади. Это была деревянная скамья с основанием искованного железа. Ее местоположение, прямо перед главной дверью старой церкви, построенной из блоков красно-черной лавы, имело свойство слегка блокировать внутренний диалог, переносив меня к Азису спокойствие посреди автомобильной суматохи и проходящих мимо людей. По-видимому, Карлос предвидел это дополнительное воздействие. Он сказал мне, что это любимая скамья Дон Ивана, и это сильно взволновало меня. Потирая руки, он уверил, что пришло время добраться до сути. «Ты знаешь, что такое правило?» – спросила он меня. Хотя я читал кое-что об этом в одной из его книг. Я не понимал большую часть этого, так что я отрицательно покачал головой. Он продолжал это назвать. Некоторое время спустя, когда мы шли через парк Аламеда, почти подойдя к дворцу из зящных искусств, он сделал мне знак, чтобы мы сели на чудесным образом свободную деревянную скамейку в стороне от площади. Это была деревянная скамейка с основанием искованного железа. Ее место расположения прямо перед главной дверью старой церкви, построенной из блоков красно-черной лавы, имело свойство слегка блокировать внутренний диалог, перенося меня к оазису спокойствия среди автомобильной суммы Тохи и проходящих мимо людей. Встреча с нагвалем Армандо Торрес. Я пока остановлю, потому что он там про правила рассказывает. Самое главное, каждый момент такой. Эта скамейка находится прямо на одной двери. Это именно та самая церковь, которая описана в его книгах, перед которой Дон Хуан и Карлос, он такой тоже ставил, вот сейчас я с вами играл, что Дон Хуан поставил до задачи найти человека с хорошим тоналем. Потому что мы дуальное существование. Очень важно развивать не только нашу скрытую дуальную часть, но очень важно развивать этот тональ. Остров Тональя от всякого мусора. Потому что у нас завязываются узлы, мы буксуем по поводу похожих ситуаций. В одной ситуации кто-то буксует, а для другого человека это вообще не сложная ситуация. Но зато у него свои сложные ситуации. И это все связано с тональем, с тональной активностью. И вот там есть такая глава, Остров Тональя, он так называется, где Дон Хуан сказал, сейчас ты будешь встречаться с разными людьми. Как ты думаешь, какой в ком стояние у них тональ? Первыми он увидел бабушек, которые выходят в эту церковь. Они выходили в соходы с этой церкви, такие дряхлые, такие все изможденные, по ступенькам. Сейчас там ступенек нет, но раньше они были. И он сказал, это плохой тональ. Они, так сказать, как паразиты. Они ищут, кто бы проявил к ним сочувствие, сами собой не занимаются и вампирят просто. Потом он увидел мужчину пьяницу, он сказал, это очень плохой тональ. Потом он увидел индейцев, группу индейцев. Он сказал, они как дети, их тональ тоже достаточно слабый. Он не крепкий, в каких-то сложных ситуациях они не могут сориентироваться. Они наивные, они доверчивые, это слабый тональ. Он сказал, давай вот подождем, если пространство сейчас с нами в таком диалоге, то кто-то появится с сильным тональным. И прошло совсем немного времени, там писается книга, что мимо них проходила молодая девушка. И Тон Хуан попросил Карлса ее догнать, заговорить с ней. Потому что он сказал, что ее тональ не идеален, но очень хороший. По-моему, описывается девушка 20 с чем-то лет, с каким-то хорошим, стройным, простроенным тоналем. И он сказал, что это подарок. Вот такой человек появился, и это все происходило здесь. Почему сейчас скамеют нету? Потому что асфальт, уровень асфальта в этом месте подняли на метр. После землетрясения 80-х годов, 1985 года. Когда сложился гармошкой отель Прада, сейчас там стоит Хиртон. Здесь, ну, как бы, были ступеньки, отходы в эту церковь. Сейчас асфальт подняли, и там просто нет ни одной ступеньки. Но это именно эта церковь. В отрывке, если так очень тихо было слышно, но если внимательно так прислушаться. Вот почему он говорит, что это место влияет? Влияет, видимо, сама церковь очень сильная. Потому что она единственная в этом месте, вот из такого вулканического кирпича. То есть, возможно, влияет, опять же, почему не с обсидианом работает обсидиан, а это вулканическое стекло. Это продукт происхождения вулканической лавы. Именно вулканическая лава способна или продукт ее происхождения влиять на состояние человека и сдвигать его точку сборки. То есть, получается, что когда мы находимся непосредственно как-то недалеко от этого собора, и особенно здесь такое еще место, вот вечером, если там будем проходить, мы же тоже присоединяем, когда в 7 часов вечера, как-то такой сумрак, вот здесь проносятся какие-то машины, здесь люди одну кровь идут туда-сюда, оттуда. Здесь поток как бы со всех сторон, так сдвигаешься, прям какой-то изменен. Ее можно почувствовать прямо, вот оно сдвигается. Ну и вот эго получается слабый. Вот сейчас наш личный канал уже не такой сильный. Более молодых курьеров. Эмили, Джон Кума, Тереза, Макросса и группы из 4 независимых пар женщин, похожих на сестер, которые жили и работали вместе. А я эту скамейку сам не находил, не знал, мне помог ее найти Вала, Карлос Кастанетта. Он найти Вью-Вью, и мы просто один раз не сидим. И сейчас он говорит, я знаю проще, что Дон Ахуана. Потому что он поисковик, он ищет не ставки по всей Мексике. Я говорю, ну покажу. А мы сюда пришли, когда он сказал, ну потом вставил этот отрезок, я сказал, ну как бы ты здесь других нету скамейки, а вот она такая одна, вот скамейка Дон Ахуана. Парк Аламидов. То есть у нас тут три победителя. По-моему, больше. Потому что Наташа точно сказала, Диана тоже. Кто еще? Да, Диана, по-моему, самая первая. Улияна стопроцентная. Ты четвертая. Четыре, получается четыре. У меня было две версии. То есть вот этот или следующий. Ну, я считаю, что здесь тоже победитель. А в четверг. Или это еще. Кто-то еще был? Гора тоже была? Нет. А в четверг. Все, всем подарки. Похоже. Некоторые участники тура вдруг отметили, что там что-то произошло. Что все участники тура там вдруг приоткрылись и объединились. Именно там установилось мощное общее групповое поле. Мы обратили внимание, что вся группа поездки по местам силы в Мексике из 16 человек, это 10 женщин и 6 мужчин, сформировалась в очень короткий срок. После чего сила никого более не впустила в этот тур. Мы обратили внимание, что вся реклама поездки по присоединился. Мы обратили внимание, что состав группы, 10 женщин и 6 мужчин, каким-то непонятным образом повторил составы отрядов Дона Хуана и его учителя Нагвали Хулиана, и что он в точности соответствовал правилу. Правило существовало всегда, однако видящие являются его первооткрывателями и опекунами. Правило – происхождение универсального порядка. Ее функция и конечная цель неизвестны. Не потому, что видящие не знают, а потому, что они не понимают этого. Сотни поколений магов отдали свои жизни в рвение объяснить правила и развить практические предположения о каждой из его концептуальных единиц. Вначале ни один человек не пытался создать свечение такой структуры, потому что никто не знал, что это такое. Когда видящие из Древней Мексики начали контактировать с другими существами, знающими об этой земле, которые были немного старше и опытнее их, они приобрели части правила. Однажды они увидели, что все эти части подходят друг к другу, как в мозаике. В тот день они обнаружили то, что они называют картой, и потомственная линия древних видящих началась. Встреча с Нагуалем, Армандо Торис. Отряд состоял из трех мужчин одного возраста с Доном Хуаном, бывших очень близкими к нему, Сильве Эммануэль, Висенте, Хинару. Более молодых курьеров, Эмилито, Джон Тума, Тереза, Марта и группы из четырех независимых пар женщин, похожих на сестер, которые жили и работали вместе. Отряд был разделен на четыре группы, четыре дома, находящиеся далеко друг от друга. Дар, Орла, Карлос, Кастанеда. Когда идеальная модель находит друг друга, они имеют тенденцию объединяться. Чувство привлекательности среди людей можно объяснить как результат соответствия их форм энергии. Нормальная вещь то, что такое соответствие является частичным, но иногда случается внезапная и необъяснимая волна симпатии. Видящий сказал бы, что имеет место акт взаимности энергии. Воины партии объединяются таким способом, что их отношения производят оптимальные результаты при успевании и накоплении силы. Трудно найти характерные светящиеся тела, которые являются доступными для задачи Нагваля. Обычно тоналии людей искажены мирской жизнью, но когда Нагваль способен объединить свою партию, энергия воинов соединяется. Они жертвуют своей индивидуальностью для превосходящей цели. И возврат к их предыдущей изоляции уже невозможен. Это только привело бы к их смерти. Можно сказать, что партия сформирована не индивидуальностями, а это единый живой организм с возможностями большими досягаемости человека. Встреча с Нагвалем Армандо Торрес В тот момент мы еще не знали и не предполагали, какие закрытые двери на пути во время этой поездки группа в таком составе способна открыть. Нагвалем Армандо Торрес Methан Эрмандо Торрес он сказал что воина в партии на гвале выбирает сила а ее планы узнать невозможно дар орла карлос кастанеда они ходят в разрез с теми которые мы привыкли у них нет ни щитов ни пиков ни ничей и страна 2 конласа сагалов и черный травы и черный растение и и и и и и и Продукция, в основном текстиль, продукция Продукция, которую продают торговцы в Сан-Крестополь-де-Лас-Касас Так они видят мир, когда улыбаются Продукция